То чувство, когда ты пересмотрел блогеров и хочешь приветствоваться, как они. Так неправильно. Всем привет, с вами Алина, и да, я решила пройти челлендж-холлайтинг длительностью аж три недели. Так сказала, как будто три недели это очень много, но каждый день нужно тренироваться. Хочу попросить вас поставить заранее лайк этому видео, потому что я его снимала на протяжении месяца, даже больше. Так что очень попрошу вас подписаться и поставить лайк. Вообще, я очень давно хотела пройти челлендж-холлайтинг, в принципе, накачать попу, сделать в себе пресс. И вот, наконец-то, я собралась и начала. Буду мучиться я за вас, так что я надеюсь, вас это видео хоть как-то замотивирует, но страдать буду в этом видео только я. Вам остается только смотреть. До этого вообще я занималась спортом дома, но не так регулярно, то есть это было с такой периодичностью, очень большие промежутки были отдыха и так далее. Вот это вот все, короче, не было дисциплины. Еще вы знаете, что я хожу на танцы три раза в неделю, это никуда не убирается. Я также хожу три раза в неделю на танцы, но мне стало, видимо, мало, и я решила начать этот челлендж. Ничего страшного. Сразу скажу, что, возможно, какие-то упражнения я делала неправильно. Не знаю, возможно, в таймлайсе будет видно или нет, но сразу оговорюсь, извините, я не профессионал и никого учить не собираюсь. Так что, если у вас есть критика... Если у вас есть критика... Если у вас есть критика... Короче, вот такое вот у меня было до. У меня, в принципе, все нормально с телом, то есть у меня нет лишнего веса, он не набирается. У меня все проблемы вылазят на кожу, так что, девочки, им завидуем. Да, у меня страдает кожа, это все связано с питанием и, естественно, с образом жизни, в принципе. Поэтому я сейчас очень активно занимаюсь спортом и всякими такими штучками. Хожу на танцы уже год. Благодарю себя за то, что я пошла и занимаюсь своим здоровьем. Но сейчас не об этом, а о том, что у меня, в принципе, есть попа, был чуть-чуть прям пресс такой. Ну, у меня нету пресса прям такового, вы видите на видео. У меня чуть-чуть такое что-то там небольшое. Есть какие-то очертания, и при этом я не занимаюсь. У меня просто такое тело, реально. Я, конечно, очень надеюсь, что это навсегда останется со мной, но если я не буду заниматься спортом, это, естественно, зайдет на нет. И ничего хорошего из этого не увидит. Поэтому занимаемся спортом с молодости. Ребята, мы хотим прожить до 100 лет. Кстати говоря, я забыла измерить свое тело, вес, мои объемы. Это мне потом Карина сказала, моя сестра, о том, что надо было так сделать, но я что-то тупанула. Вот так вот. Так что давайте начнем первое занятие. Всех приветствую. Сегодня 2 февраля. Да, для полной красоты надо было начать вчера, но только вчера я задумалась об этом видео, поэтому начинаем 2 февраля. У меня сегодня танцы вечером, и я очень надеюсь, эта тренировка не отобьет желание пойти на них, потому что мне нужно сходить на танцы. Честно говоря, я немножко переживаю, но давайте начнем, попробую. Я вообще не включала, не смотрела видео Хлои. И на ее сайте, ссылку я оставлю в описании, я выбрала вот этот вот челлендж поселинке, который он нацелен на попу, как вы видите, по заставке. И, возможно, если вам понравится и мне понравится тоже, я буду делать другие челленджи. Мне потому что сейчас очень интересно, что получится и что вообще выйдет. Я буду заниматься в обуви, потому что я никогда этого не делала, и очень многие говорят, что в обуви намного удобнее, поэтому попробуем. Я здесь для себя подготовила коврик, а также с нами, видимо, будет заниматься Лиз. Скажи всем привет. Вот так вот это все выглядит. Здесь получаются пять тренировок, но первое и последнее – это необязательные видео, потому что это разминочка и заминка. Я закончила. У меня осталась только растяжка. Мой живот вообще в шоке, и попа тоже. Я не могу стоять. Я когда направляю живот, у меня дрыгается самое забавное, что реально я когда сделала первое вот это вот видео, начало второе, там только на пресс. И, короче, мой живот начал исполнять какие-то танцы. Итак, на второй день я проснулась с ощущениями, что меня вчера били в живот. Благо, в этот день были тренировки только на попу, и я справилась. Я, видимо, решила тоже позаниматься, да? Это, вообще-то, мое место. В этот день было немного упражнений на пресс, и в основном на руки. Руки – мое слабое место, и мне было тяжело выполнять упражнения до конца. Тренировку делала утром. Прям как встала, так и начала. Пробуждение отличное. А вот четвертый день я пропустила. Сначала я думала, что мне стыдно, но нет. Я прекрасно провела этот день в постели. Завтра, я думаю, я сделаю тренировку. В этот день я чувствовала себя не очень хорошо, как будто предболезненное состояние, и я решила отдохнуть. Итак, сегодня следующий день, 6 февраля. Сейчас буду заниматься. У нас на улице жуткий норд-ост, это сильный ветер. Но я хотела сказать вам о том, что если вам нужен отдых, обязательно выберите, потому что я вчера отдохнула, набрала сил, и сегодня реально очень много мотивации. И я готова продолжать делать тренировки. Итак, пятый день и четвертая тренировочка были для меня в целом легкие. Единственное, я чувствовала все еще пресс, но мне это никак не помешало тренить. Пятая тренировка была только на руки и немного на спину. Для рук я использовала грузики. Тренировка прошла очень легко. И да, у меня в комнате был немного беспорядок из-за холодной погоды и ужасно сильного ветра. В комнате Карины, моей сестры, было очень холодное. И она с парнем спала у меня на матрасе, который вот на заднем плане. Пустая тренировка и последняя на первой неделе прошла тоже легко, несмотря на то, что я использовала резинки для усиления эффекта. В общем, в результате первой недели, да, я знаю, что это очень глупо подводить первую неделю, но я решила почему-то. Мне кажется, ничего не изменилось. Естественно, за эту неделю ничего не поменяется сильно. У меня жопа больше стало. Я не выгибаюсь вообще. В целом, мне очень нравится заниматься спортом. Я очень давно хотела, чтобы это вошло в какую-то привычку. И это очень реально помогает влиться в нее. Единственное, что не очень было, это то, что иммунитет слабнет, когда вы начинаете тренироваться. И я на грани болезни реально. Я сейчас не очень себя хорошо чувствую. В целом, это не критично. Наивно думала я и выпала из тренировок аж на две недели, потому что заболела и очень сильно. Я вообще не двигалась и даже не ходила на танцы. Но 23 февраля я продолжила, и это была моя седьмая тренировка. Мне, конечно, было сначала очень тяжело, что-то я даже пропускала. Но после тренировки у меня было ощущение, что я снова начала жить своим телом и ощущать его по-другому. И я, конечно, очень расстроилась, что я выпала аж на целые две недели. И у меня никакого не было желания начинать заново съемки вообще. Поэтому, в принципе, я решила оставить это, потому что это жизнь, и все мы делаем ошибки. И получается так, как мы не планировали вообще. Но, конечно, нужно себя хвалить за то, что мы начали и уже что-то сделали. Такие косяки вообще не заметны в долгосрочную перспективу. Так что... Также хочу сказать насчет питания, воды и сна. Сон у меня очень сильно громает сейчас. Я его пытаюсь восстанавливать. И я понимаю, что вставать раньше и ложиться раньше для меня очень круто. Дает такой буст, вы не представляете, реально. Если вы никогда не пробовали жить на протяжении какого-то времени именно с хорошим режимом, ложиться где-то в 10-11 и вставать в 6-7-8, где-то так, то это просто суперклассно. И столько энергии появляется. Да и времени столько появляется, знаете ли. Когда ложитесь очень поздно, то вы, по сути, ночью ничем и не занимаетесь, да. Но об этом вы, наверное, очень много раз слышали. Поэтому просто придерживайтесь режима сна. Кушала я, как обычно. Это были и дни полностью сладостей, и также были дни со здоровой едой. Мы вода. Сто раз говорили, сто первой не помешает. Я пью очень много воды и стараюсь пить тепло-горячую воду, потому что она намного... Стараюсь пить тепло-горячую воду, потому что она намного полезнее. 24 февраля, восьмая тренировка, прошла обычная. Делала я ее утром, но там были упражнения на руки, а как вы уже знаете, мне это сложно дается. Отжимания это просто ужас, я тупо не могу их делать. Потом я решила один день пропустить, так как после болезни мне было стремно, что я снова буду чувствовать себя хуже. Обязательно после первой тренировки давайте себе отдых. Итак, у нас сегодня 26 февраля, и сегодня мы будем делать аж три видео на попу. Два видео мы даже повторяем, короче. Начинаем. В этот день была тренировка на руки, мне как всегда было сложно, и в этот день я поняла, что нужно сделать плейлист для тренировок, так как я включала просто плейлист дня, и не вся музыка мне нравилась. А еще, если вы заметили, я стала тренировать без кроссовок. Как-то мне показалось, что без них намного удобнее. Все это было сложнее, чем обычно, на третьем видео, на третьем видео именно тренировки, не считая разогрева. Я прям ждала, когда закончится, и я хотела на втором видео уже закончить, но, конечно, нужно сделать до конца. И прям, я очень устала. Такая я эмоциональная, нет, мне просто очень хорошо расслабляет растяжка, прям. Я очень спокойно становлюсь, и как будто отдохнувшая после тренировки. Ну вот конкретно после тренировки я прям вообще... В начале что-то мне все мешало, то Лиз начнет беситься, пришлось мне его выгнать из комнаты, то интернет выключится. Но в целом я заметила, что тренировки утром мне нравятся намного больше, очень пробуждают. 2 марта был законный отдых, да, у Хлои прописаны выходные, челленджи, но опять скажу, то что если вы точно так же, как и я, не занимались до этого раньше, то вам будет сложно вписываться именно в эти выходные. Вы будете намного больше пропускать дней, так как это реально невозможно, и это будет вредить вашему здоровью. Тринадцатая тренировка была обычная, но я, видимо, на днях потянула мышцу в бедре, и мне какие-то упражнения было очень неприятно делать. А еще потом вечером на танцы ходила. И мы, кстати, на фишне прямой, это последние недели, и наш челлендж будет закончен. На тридцать первый день были быстрые и легкие упражнения на пресс. 15-я тренировка, и в этот день были трени только на попу. Как вы могли заметить, я использую резинки, но иногда с ними вообще неудобно. Я их больше поправляю, чем занимаюсь. А 6-го марта был выходной. А вот эту тренировку я делала поздно, вечером часов в осень. Вообще, последние тренировки были легкими для меня, но все равно в какие-то моменты мне хотелось ничего не делать и сдаться. Итак, 8-го марта была предпоследняя тренировка, делая ее утром, и это очень классное начало дня, не устану повторять. И последняя тренировочка, ура! Она была с новым видео от Хлой и была полностью на попу. Использовала стулы для некоторых упражнений и, конечно, резинки. Итак, буквально вчера у меня была последняя тренировка, и я хочу показать вам до и после, и на самом деле я вообще офигела. Да, здесь у меня, возможно, первая фотография до была немножко неправильно сделана, потому что у меня здесь топорщились трусы сверху. Но это не мешает увидеть то, что у меня за это время выросла попа. Вот реально. Вот такие вот у меня результаты. С прессом у меня чуть-чуть другие результаты, не очень сильно заметно. Но мне кажется, месяца через два-три будет прям вообще конкретный результат. Я обязательно, наверное, сниму видео по этому поводу тоже. Если вам, кстати, нравится такого рода видео, обязательно пишите это в комментариях. Не стесняйтесь писать. Я все читаю, я вам отвечаю. И ставьте палец вверх, я буду знать, что вам нравится такая тема. Да, извиняюсь, что я тупанула и не замерила себя. Мне кажется, в объемах я немножко тоже стала такой... Знаете? Итог такого, занимайтесь спортом, девочки, мальчики, неважно. Вообще это очень круто. И даже не то главное, чтобы жопа стала больше, у нас пресс появился. Вот это визуальное. Для здоровья спорт очень полезен. Когда вы двигаетесь, двигается ваша жизнь, ваша лимфа, ваша кровь и все-все-все. Когда вы двигаетесь, ваш организм живет и расцветает. Это реально правда. Поэтому пропагандирую спорт и движение. Можете не спортом заниматься, допустим, как я, пойти на танцы. Либо что-то такое, кардио. Короче, не обязательно качать попу. В целом, мне было комфортно. Да, конечно, каждый день заниматься для меня это too much. Возможно, я когда-нибудь к этому приду. Но после этого челленджа я хочу заниматься 2-3 раза за неделю всякими тренировками. Возможно, ухлой или что-нибудь еще. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии. Я всегда вас очень жду там. Также жду вас в соцсети с картинками. Тоже туда заглядывайте обязательно. Также обязательно пишите в комментариях то, что вы хотите видеть от меня. Или то, что вы, в принципе, смотрите на ютубе. Это очень интересно мне читать. И будет полезно как и вам, так и мне. Это нас будет заближать. Ну а с вами была Лина. Все пока-пока. Я вас очень сильно люблю. До новых встреч, забыла сказать. Нифига себе. Субтитры сделал DimaTorzok